Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлили, об этом заявили в правительстве России, какую сумму можно получить от государства и на сколько продлили меру поддержки. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Дмитрий Житарчук. Здравствуйте. Коэффициент рождаемости в России катастрофический для будущей нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В чем причина? Узнаем мнение эксперта. Материнский капитал стали назначать уже при рождении первого ребенка, а если потом появится второй, сумма его увеличивается. Это правильная мера. В Кирове продолжают благоустраивать парки и скверы. Наша съемочная группа отправилась в рейд и проверила, как продвигаются работы. В России предложили штрафовать тех, кто хранит заготовки в подвале многоквартирного дома. Кировчане рассказали, где они хранят закрутки на зиму и не только. А у нас куча велосипедов. Буквально я поражаюсь, как они их берут, потому что они стоят один на другом практически. С ветерком и с пользой работники музея железной дороги в Каренторфе собрали велотрамвай. Что это за чудо техники и когда на нем можно прокатиться? Выплаты на покошение ипотеки продлили на 7 лет. Речь о 450 тысячах рублей для многодетных семей. Соответствующее постановление приняли члены правительства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа, которая предусматривает такую меру поддержки, будет действовать до 2030 года. Воспользоваться выплатой смогут семьи, которые воспитывают третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года. Сумма 450 тысяч рублей может быть потрачена исключительно на погашение ипотеки на жилую недвижимость, основного долга по кредиту или процентов по нему. При этом ипотечный договор должен быть оформлен до начала июля 2031 года. Правительством внесены изменения в нормативные акты, чтобы мера стала доступна по всей стране. Рассчитываем, что благодаря такой помощи еще больше граждан приедут новые дома, квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей, это всегда приоритет работы правительства. В продолжении семейной темы, рожать стало модно или нет. Например, в Кировской области за полгода родились 42 двойни и 1 тройня. Такая статистика говорит о том, что рожать первенцев в области стали чаще, отмечают в региональном министерстве здравоохранения. Действительно ли все так на самом деле? Это данные от правительства Кировской области. Как мы видим, доля тех, кто впервые стал мамой до 25 лет, увеличилась на 2,5%. Одновременно на 2% увеличилось и количество новорожденных. Если первенцев стало больше, то за вторым ребенком родители не торопятся, говорят эксперты. Материнский капитал стали назначать уже при рождении первого ребенка, а если потом появится второй, то сумма его увеличивается. Это правильная мера, но она тоже имеет свои не всегда положительные последствия. Вот почему. Ну, сейчас у нас материнский капитал на первого ребенка довольно большой, где-то там порядка 630 тысяч. Но в случае рождения второго он увеличивается лишь на 200 с небольшим тысяч. То есть рождение первых детей таким образом появляется, стимул, а стимул к рождению второго ребенка уменьшается. А как дела с демографией в целом по стране? В первом портале этого года число родившихся в России снизилось, отчитался Росстат. Вот его данные. Итак, в первом портале этого года в России родились более 300 тысяч человек. Это на 3,5% меньше, чем в тот же период годом ранее. Для сравнения, в первом портале 2023 года фиксировалось снижение показателя на 2,9%. В том же квартале 2022 на 4,9%. Эксперты объясняют, снижение рождаемости в стране связано с экономической неустойчивостью. Кому-то хочется еще больше мер соцподдержки и так далее. Но главная причина другая. Прежде всего, я вижу проблему демографическую в России в отсутствии внутреннего, духовного стремления к продолжению себя здесь, стремление к бытию вместе, мужчине и женщине. Но есть вот этот порыв, в хорошем смысле это слово «драйв». Тогда люди готовы не просто соединяться в семье, а продолжать себя здесь. Молодежь не спешит становиться родителями. В первую очередь из-за боязни брать на себя ответственность, говорят психологи. Поэтому будущих мам важно поддерживать, а не критиковать, отмечают специалисты. Когда девушка забеременела, ну так случилось, у нее четкое понимание есть, куда идти, кому эти вопросы можно задать. Никто будет там осуждать или там рассказывать про то, что, ой, это же так трудно, это так сложно. А кто просто расскажет, что значит быть родителем. И все, и страх, он будет уходить, и постепенно эта ответственность с принятием будет формироваться внутри. Тем временем президент страны поручил увеличить суммарный коэффициент рождаемости. То есть цель в том, чтобы каждая женщина в стране рожала двух и более детей. Добиться высоких показателей планируют к 36-му году. Индексация пенсии, выплата единого пособия для детей по месту проживания и другие изменения. С 1 августа в России вступают в силу новые законы. Они коснутся сразу нескольких сфер жизни. О законодательных нововведениях августа расскажет Екатерина Кудрина. В заключительном месяце лета вступят в силу несколько изменений в законах страны. Обо всем поподробнее. Так, с 1 августа пересчитают пенсии работающих россиян. На прибавку смогут рассчитывать пожилые люди, которые трудились в 2023 году, и руководство платило за них страховые взносы. Пенсии увеличат вне зависимости от того, сколько времени сотрудник работал. Никаких заявлений на перерасчет не потребуется. Все будет сделано автоматически. Также пенсию увеличат членам летных экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности. Это положено им по закону из-за тяжелых и опасных условий труда. С начала месяца по 1 июня 2025 года в России пройдет эксперимент по внедрению информационной системы для оформления грузоперевозок. Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа создает единое окно для документов, которые ведут, а также получают различные виды транспорта на всех этапах перевозок груза. Также появится электронный рейтинг грузоперевозчиков. Будет отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков. Продать активы банков-банкротов станет быстрее. Теперь агентство по страхованию вкладов сможет выкупать как имущество, выставленное на торги, так и оставшееся без покупателя. Цена при этом составит половину от начальной. Благодаря этому активы банкротов будут распродаваться быстрее. Кредиторы получат свои деньги в более короткие сроки. Соответствующий закон вступает в силу со 2 августа. Кроме того, с 5 августа представители банков и микрофинансовых организаций будут обязаны общаться с должниками под запись. Для этого у них появится специальное оборудование. Кредиторы должны фиксировать любой контакт с неплательщиками и хранить эту информацию не менее трех лет. И о семьях не забыли. С 5 августа вступят в силу новое правило назначения и выплаты единого пособия для детей до 17 лет. Теперь, если заявление подается по месту временной прописки или фактического проживания, специалисты проверят, где на самом деле живет гражданин и его дети. А у родителей или опекунов могут потребовать подтверждающие документы. Договор найма жилья, справку о посещении ребенком детского сада или школы. Новый порядок необходим в тех ситуациях, когда выплата на детей ранее была назначена в другом регионе, где величина прожиточного минимума меньше. Екатерина Пудрина, Алексей Стахеев, Бюро новостей ДАВИЧ. К городским темам. Удобства вновь доступны для кировчан. На набережной Грина восстановили работу модульного туалета, сообщили в мэрии. Подрядчик заменил вышедшее из строя оборудование. В помещении для людей с ограниченными возможностями осталось сделать дверную ручку. Ее недавно отломили. В департаменте городского хозяйства отметили, это не первый случай вандализма. Так в модуле на улице Спаской сломали трубу, выломали двери, опрокинули мусорки и даже пытались вскрыть сушилки для рук. На другом объекте повредили слив. Сейчас уборные вновь работают. Всего в Кирове установлены три новых биотуалета. В ближайшее время планируется открыть модуль в парке Победы. Со временем новый туалет появится и в Нововязском районе. Кировчан просят бережнее относиться к объектам благоустройства и напоминают, за порчу имущества предусмотрена административная ответственность. Ломать, как говорится, не строить. Благо, строительство в нашем городе тоже ведется. Сейчас благоустраивают сразу несколько кировских парков и скверов. Речь идет о сквере с залами и парусами в участке на перекрестке Володарского и Московской парки за цирком. Правда, работы на объектах ведутся не всегда продуктивно. О недоработках расскажет мой коллега Кирилл Комаровский. Дело время потехе час, гласит пословица. Час этот, судя по всему, затянулся. В сквере с залами и парусами рабочих нет, как и нет официального доступа из-за работ. В тенистой части сквера у Алых парусов провели масштабное благоустройство. Здесь появились новые пешеходные дорожки, также сделали освещение, постарались сохранить все те деревья, которые были, и установили скамейки. По замыслу должны были открыть объект 1 августа. Сегодня как раз первое число. Однако пройти сюда можно только через дырку в заборе. Впрочем, до конца дня у подрядчика еще есть время, чтобы сдержать слово. Но прежде нужно убрать черную ткань бережно, закрывающую газон, вынести остатки брусчатки и демонтировать забор. А вот в сквере художников на углу Володарского и Московской его нет, хотя должен быть. Раннеградские власти заверяли, что с 1 августа сквер закроют для посетителей. В дирекции благоустройства рассказали, идет подготовка. Работы начнутся 2 августа. В контракт у нас ходит устройство тротуаров из гранитной брусчатки площадью 285 квадратных метров с установкой бордюрных камней протяженностью 236 метров. Сроки выполнения работ по контракту до 10 сентября. Подрядчик планирует работу завершать 20 августа. Беспрепятственно можно попасть в парк имени Кирова, где продолжается обустройство игровой площадки. Кировщане оценили ход работы. Вижу, что еще не доделали. В целом нам очень нравится, как идут темпы строительства, как благоустраиваться территория. Но, конечно, мы уже не можем дождаться, когда уже мы сможем прогуляться на новых площадках, так как мы живем в данном микрорайоне. Я и хожу каждый день вот здесь, и наслаждаюсь. Помимо обустройства детской площадки, в рамках третьего этапа благоустройства оборудуют территорию для выгула собак и занятий йогой. А еще сделают пешеходные дорожки, установят скамейки, поставят фонари. Работы планируют завершить 30 ноября. Хранение закруток в подвалах чревато наказанием, пишут федеральные СМИ. Заготовки могут стать причиной антисанитарных условий. Продукты зачастую привлекают грызунов и насекомых. Кроме того, в случае затопления помещения или резких перепадов температуры, продукты могут испортиться, говорят эксперты. Самовольное использование подвалов многоквартирных домов может грозить штрафом от 2 до 5 тысяч рублей, напомнили россиянам юристы. Кстати, если в доме предусмотрены специальные кладовки, жильцы могут купить или арендовать их, чтобы хранить там личные вещи. Хранить ли вы личные вещи в местах общего пользования дома? Такой опрос мы провели сегодня среди наших подписчиков в группе Девятка ТВ ВКонтакте. Делимся его результатами. Я не храню, соседи хранят, так ответили 46% респондентов. 18% опрошенных все хранят на балконе. Оставляют в подъезде коляску 14% участников опроса. Другие ответы в нашей постоянной рубрике мобильный опроса. Я свои вещи храню дома, у меня есть кладовка, и меня это устраивает. Так, а соседи хранят? Соседи, да, у нас куча велосипедов, вот буквально я поражаюсь, как они их берут, потому что они стоят один на другом практически. Вас устраивает это? Я считаю, что это неправильно, но у нас старый дом, там нет вот колясочной или чего-то такого, то есть особый вариант предложить не могу. Кроме колясочной, должны быть все равно еще какие-то места. Привязываем мы велосипеды внизу, на площадке ничего не храним. Так, а соседи? Соседи тоже привязывают, но там специальное же место для этого отведено, предусмотрено, как бы поэтому все по закону, мне кажется. Никому не мешает? Никому не мешает. У нас, многодетная семья, у нас 4 велосипеда, претензий не было никаких пока, ни от кого. Велосипеды, детские коляски, но в строго отведенном помещении. Так, это ваши вещи? Да, и санки, да. А заготовки храните в подвале? Нет, ни в каком случае. А где храните? У нас гараж, и там подвал. Нет, у меня все дома хранится. А где велосипед храните? Тоже дома. Я этого красавца не оставлю без присмотра в подъезде. То есть опасно оставлять свои вещи? Ну, я считаю, что да. Первый в мире у нас, в Кировской области. Велотрамвай, который ездит по железной дороге, собрали вязкие умельцы, работники музея железной дороги в Каринторфе Кирово-Чепецкого района. Чудо техники уже прошло испытание, и теперь на нем можно передвигаться по узкоколейке. Прокатиться на велотрамвая могут гости музея во время экскурсии. Правда, в течение августа, исключительно по воскресеньям. В субботу традиционно катать будут на ручной дрезине. Театр кино и журналистика в Кирове в областном центре стартовал фестиваль на Семи холмах. Кто приехал на вятку и что подготовили организаторы, об этом и не только расскажу во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. 2 августа в Кирове перекроют дороги из-за строительных работ и мероприятий. Так, на улице Профсоюзной начнут прокладывать сети холодной воды к строящейся школе в Слободе-Шевели. Из-за земляных работ будет временно ограничено движение транспорта по улице Профсоюзной в районе дома номер 55 с 8 утра 2 августа до 17 часов 20 августа. Также 2 августа на период празднования Дня ВДВ будет временно прекращено движение транспорта по двум участкам улиц. С 10-20 до окончания прохождения колонны по Казанской от Красноармейской до Пятницкой и по улице Московской от Казанской до Набережной Грина. С 6 утра до 21 часа 30 минут будут прекращены остановка и стоянка транспорта на парковке на улице Карла Маркса, которая находится между памятником Шаляпину и сквером на Театральной площади. Там будет проходить фестиваль Театра кино и журналистики на Семи холмах. Кстати, работать фестиваль начал уже сегодня. Первые два дня полностью посвящены журналистике. В Киров съехались редакторы и корреспонденты со всей страны. В этом году география участников масштабна от Сахалина до Калининграда. Медиафорум на Семи холмах проводится в юбилейный 15 раз. В течение двух дней для журналистов будут открыты больше 15 площадок. Темы разнообразные от классической печатной сферы до современных возможностей нейросетей. Кроме того, на форум приехал весь руководящий состав Союза журналистов России. Это еще и поддержка региональной прессы, потому что вот сегодня журналисты из Кировой области сидели рядом, по сути, с элитой журналистики всей страны. Приехали люди даже с Камчатки и Сахалина, руководители региональных отделений. Программа, естественно, на злобу дня. Разные типы площадок. Мы и по диджиталу будем проводить семинары, например, работа с телеграм-каналами, актуальная реальность социальных сетей, что они сегодня из себя представляют. Поговорим о нейросети, как она используется в работе журналиста и как ее сделать эффективной и безопасной. Форум на Семи холмах традиционно собирает журналистов из города и области. Отдельный блок предназначен для редакторов районных газет. Запланированы мастер-классы для тележурналистов. Кроме того, прошел большой семинар о работе СМИ в телеграм-каналах. И журналисты из разных сфер смогли в очередной раз встретиться и обменяться опытом. Просто интересно узнать, чем живут журналисты, корреспонденты, главные редакторы, редакторы, бильд-редакторы, фотографы. О чем они переживают, зачем они следят. Мы сейчас к чему привыкли, что практически все сидят в своих редакциях, мало кто куда выходит, пользуются новостями из соцсетей, каких-то официальных источников, телеграм-каналов и встречаются достаточно редко. И сегодня у нас в студии кандидат филологических наук, медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Итак, Роман, ну действительно, Киров сейчас можно назвать столицей журналистики. Расскажите немножко о форуме. Ну, мне кажется, форум проходит очень масштабный. Вот как сказал председатель нашего отделения Елена Ормадская, 47 регионов представлено здесь. И плюс мы в рамках форума союз журналистов проводим такое вот мероприятие, как Федеративный совет. Это проходит у нас раз в год. Приезжают все главы региональных отделений. Вот это первый раз будет проходить на Вятской земле. Поэтому форум с самыми разными темами, я думаю, будет интересно и полезно. Давайте еще раз зрителям поясним, для чего журналисты собираются, обсуждают различные темы, и что по итогу мы хотим получить? Ну, самое главное, ведь медиа работает для как раз своей аудитории, для зрителей. И мы хотим, чтобы это было максимально качественно, современно и совершенно. Чтобы все средства массовой информации в разных типах и видах существовали и были успешны. То есть от газет до телеграм-каналов и работы в соцсетях, и телевидении и так далее. И поэтому всегда нужно, с одной стороны, обмениваться опытом, а с другой стороны, узнавать новые тренды и как совершенствоваться и меняться. Поэтому все для вас, дорогие зрители. Зрители, да, конечно. Вы на медиаформе будете рассказывать о нейросетях в работе медиа, да, немножко об этом расскажите. Как их сейчас можно использовать? Насколько они уже проникли в нашу журналистскую жизнь? Ну, проникли достаточно серьезно, но здесь несколько нюансов. Во-первых, Яндекс проводил в рамках своего такого исследования на аэростат им показывал, что уже 30% россиян используют генеративные нейросети, то есть создают тексты, создают изображения, сейчас это видео. На аэросети сейчас интегрируются в самые разные гаджеты, устройства. Вот телефоны новые все будут выходить сейчас с подключением на аэросети. Есть минусы, конечно. Вы сделали фотографию, а вам нейронка так и улучшила, что, в общем-то, отличается от реальности. Что касается медиа, то для оптимизации определенных процессов в журналистике сейчас нейросети используются. Но пока эта сфера достаточно неурегулирована, и здесь надо обратить внимание зрителей, что это, в том числе, инструмент для распространения дипфейков, то есть когда абсолютно достоверно все выглядит, но это является неправдой. И, конечно, медиа не всегда могут такие вещи выловить, разоблачить вовремя. Поэтому сейчас мы ждем, когда законодатель какие-то вещи урегулирует. Но использовать для оптимизации, безусловно, это нужно. А то, что в каждом приложении сейчас есть нейросеть, так или иначе подключенные, все мы общаемся с разными голосовыми помощниками, это уже наша реальность, поэтому медиа должны быть в тренде. Вопрос от нашей редакции. Меня, ведущего, заменят когда-нибудь нейросети и искусственный интеллект? Как вы думаете? Давайте я не буду вот так отвечать конкретно вас. Я могу сказать, что опыт создания виртуальных ведущих, у меня есть виртуальный мой клон, который абсолютно такой же, как и я, может выступать, жестикулировать даже в определенной степени, а еще при этом говорит моим голосом на разных языках. Поэтому это наша реальность и это, конечно, существует. Но заменить живое общение, заменить там комментатор, условно говоря, тем более спортивного, пока нейросеть не может. Ну и плюс надо понимать, что нейросети они эволюционируют, то, что называется, там четырехпалые люди или шестипалые получаются. Есть интересный пример, когда балет показали, там трехногая балерина скачет. Поэтому это все, конечно, развивается, это нужно осваивать, что называется, на старте. Но я надеюсь, что вы будете с нами еще долго. Очень надеюсь тоже. Роман, спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Будем следить за событиями с форума. Телеканал Девятка ТВ станет еще интереснее. С сегодняшнего дня стартует новый телесезон. Зрителей ждут премьеры мультсериалов, фильмов и проектов. Утренний канал продолжит радовать кировчан. С 9 утра каждый день, в том числе и по выходным, будет выходить мультсериал. С 9.30 с 12 августа стартует получасовая линейка познавательных программ. После 11 часов по будням в августе будет выходить проект про путешествия. Также всех зрителей Девятка ТВ ждет премьера трех сериалов. А с понедельника по пятницу в 21.30 будет выходить новый художественный фильм с повтором на следующий день. Полную программу можно найти в группе Девятка ТВ. Много изменений будет и в выходные дни. По субботам у нас теперь всегда с 11.30 стартует линейка детских сначала фильмов, а потом советского кино. Что касается 17 часов субботнего дня, всегда будет стартовать линейка китайских фильмов. В ночь субботы на воскресенье всегда будут отличные концерты, а по воскресеньям с 11.30 утра линейка документальных интересных фильмов. Я напомню, что оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Ну а прямо сейчас смотрите прогноз погоды. У меня на этом все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok